Ребята, история Пигги продолжается. Книга 2, глава 11. Как вы помните, мы добрались до севера, чтобы найти лабораторию военных, в которой они создали лекарства от инфекции. Ребята, это я, ученый Кона. На том посту долгое время было тихо, но пожалуйста, будьте аккуратны. Ну что, детектив, есть какие-то идеи? Что тут случилось? Я вижу, что тут нет никаких повреждений. Видимо, инфекция застала всех врасплох. Так, смотрите, ничто не разбито, все в порядке. Правда, снега везде намело, холодно. Давайте осмотримся, может быть мы сможем найти лабораторию. Так, смотрите, здесь ключик оранжевый. Ну и метель. Ничего не видно. Так, здесь лопата нужна. Открыла замочек оранжевый. Вот лопата, ребята, я нашла лопату. Ура, ура, смотрите, все так аккуратненько. Кроватки, столики. Ой, кто это, кто это за мной? Пони, помоги, смотри, кто это. Это, наверное, военный, который заразился инфекцией и остался охранять базу. Ой-ой-ой, ребята, я-то думала, что тут никого нет. А здесь страшные инфицированные пиги. Так, лесенку я нашла. Куда нам нужно приставить эту лестницу, ребята? О, смотрите, он за мной, он за мной. Ой-ой-ой, неужели, неужели он меня поймает? Так, мы так близки уже к тому, чтобы найти лекарство. Ай, отстаньте от меня, пони, помоги, Виллоу, помогите. Эй, ребята, кто-нибудь? Он пристал ко мне, просто прилип. Главное, не останавливается. Пони, пони, помоги, пони. Ух, ребята, да, честно говоря, я очень переживаю. А, он опять за мной идет, я думала, пони его остановил, но нет, он не отстает от меня. Так, так, дырочка, хорошо, что удалось залезть в эту дырку. Знаете, иногда подбегаешь к этой дырочке и не можешь в нее пролезть. А, ребята, я забралась на крышу, смотрите, здесь какая-то пушка. Так, туда стреляем. А, этот за мной идет. Так, 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 ребята, смотрите, какая у него маскировка. Вот это да, мне бы такой костюмчик, чтобы он меня не видел. Так, поворачиваем, поворачиваем пушку правее и стреляем. Ребята, там что-то произошло, давайте посмотрим. С выстрелом пушки что-то случилось. Так, бегу, бегу смотреть на стену. А, тут открылся проход. Куда? Секретный тайный проход, смотрите, здесь огонечек горит, скамейчка. А, доски разваливаются под ногами. Так, ребята, что это за секретное место? Секретная пещера. Так, 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 так. Надеюсь, я найду здесь что-то полезное. Может быть, это вход в лабораторию? Вниз полезем или нет? Вниз полезем или нет? Ребята, я боюсь, я боюсь, мне страшно. Смотрите, там какая-то записка, но ее не прочитать никак. Так, здесь что у нас? Выход из пещеры. Ну, давайте посмотрим. Да, ребята, мы вышли вот сюда. Вы видели это? Вы видели? Он появился просто из снега. Ха-ха, ребята, я там мимо прошла, я его не видела. Вот что значит маскировка. И еще один? Сколько вас тут, ребята? Сколько пиги в этой части? Это очень-очень страшно. Так, так, я нашла веревочку. Она нам понадобится в секретной пещере. Видели, ребята, видели? Не выбраться из дырки. Вот сейчас бы за мной вот эти двое побежали и все. А, их трое? Смотрите, инфицированная мышь. Инфицированный слон. Инфицированный медведь. Да, ребята, еще четвертые. Господи, сколько их тут? Вот это мы попали в заварушку, ребята. И самое опасное, что ты не знаешь, откуда они появятся. Видите, они появляются просто из снега. Так, 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 сейчас я отправлюсь на вот это место. И тут нужна была веревка. Цепляем ее. Да, ребята. Интересно, для чего нам эта веревка? Смотрите, инфицированный зашел в пещеру. Ребята, я-то думала, что хотя бы тут я в безопасности. Ничего подобного. На этой базе нет ни одного безопасного места. Где виллу? Где пони? Почему никто мне не помогает? Смотрите, виллу тут стоит, как ни в чем не бывало. Виллу, виллу, ну почему ты стоишь? Помогай нам. Давай искать лабораторию. Так, ребята, ребята. Я нашла ключик. И сейчас попробую открыть голубой замочек. Если, конечно, я до него доберусь. А то вот так вот некоторые стоят, стоят и не помогают. А я потом с двойными стройными трудностями справляюсь. Так, ребята, ребята, где же, где же этот замочек? О, смотрите, здесь есть сейф. Но нам нужен фиолетовый ключ. Вижу замочек. Открываем. Видите, тут смотровая башня. Ух ты, этим фиолетовым ключом мы сейчас откроем сейф. Но я боюсь, я боюсь. Видите, инфицированный. Кто это, слон? Идет за мной. Кто это, ребята, дырочка? Если дырочка не сработает, то все. Выхода у меня нет. Опа, ура, получилось. Так, ребята, так что мы с вами еще посражаемся. Вы что думали? Так, просто бабушку поймать? Ух ты, ребята, у меня взрывчатка. Что я буду взрывать? Давайте посмотрим. Видели, видели, опять снега появился. Да, эти их маскировочные костюмы, конечно, очень здорово их спасают. Ну, здрасте, приехали. Смотрите, они тут положили капкан. Так, сюда взрывчатку. Взрываем этот камень. Так, кстати, смотрите, за ним дверь. Ого-го, здесь нужен беленький ключик. Как же нам его найти? Так, пони, пони, помогай мне, пони, давай, давай, помогай. Так, это что за замок такой? Так, я помню, я помню, в кабинете мы видели такой знак. Было все беленькое, и только внизу была красная точечка. Ну, как ее выставить, совсем непонятно. Так, вот сюда, вот сюда. Я просто тыкаю, знаете, куда попадется. Ух ты, ух ты, получилось. Вот это удача. Так, ребята, здесь досточка, можно ходить по ней. Так, 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 нам осталось найти белый ключик. И, возможно, друзья, возможно, это выход в лабораторию. Ту самую лабораторию, ради которой мы проделали такой большой путь. Но тут ее охраняют целых четыре инфицированных военных. Друзья, это очень-очень страшно, очень. Они идут просто по пятам. Хорошо, что хоть пони мне помогает. Иногда замораживает этих опасных существ. Знаете, я уже жду, не дождусь, когда же мы найдем это лекарство. Я уже очень-очень хочу, чтобы у нас все получилось. Опять слон, опять слон. Так, смотрите, они везде расставили капканы. Ребята, я попалась. Ой, есть. Он идет за мной, слон идет за мной. Так, ребята, я не успеваю тут ничего открыть. Фух, фух, я думала все. Я думала, мне пришел конец. Друзья, это просто какая-то огромная удача, что сейчас я не попалась. Ну, смотрите, они идут за мной сюда. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А тут нет никакой запасной дырочки. Так, хоть бы тут никого не было, хоть бы никого не было. Так, 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 пони, пони, спасай. Спасай, пони. Так, и нам нужно наверх, потому что там сейф. Так, 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 нужно как-то выманить вот этого военного. Так, он уходит, уходит в другую сторону. Иди, иди, уходи, уходи отсюда. Кыш, кыш, кыш. Все, он пошел вниз. Ура, ребята. Так, бегу наверх. Интересно, что окажется в сейфе. Открываем сейф. И там. И там ключ, ребята. Тот самый ключ, который открывает дверь потайную в пещере. Ура. Я надеюсь, что там будет лаборатория. Ребята, я так волнуюсь, потому что, может быть, уже сегодня мы получим это лекарство, за которым так долго охотимся. Может быть, мы сможем вылечить всех зараженных. Так, на веревочке перелетаем. И открываем дверь. Ребята, это лифт. Так, а это что за кнопочка? Я нажимаю кнопочку. И что? И что случилось? Ой-ой-ой, зараженные идут сюда. Так, кнопочка пропала. Давайте посмотрим с другой стороны. Они все идут сюда. Ребята, все, я захожу в лифт. Ура, мы получили медаль. Мы нашли путь в лабораторию. Ребята, идите. Я вас скоро догоню. Сказал Пони. Бабушка Шо-Шо, могу я с тобой поговорить одну минутку? Конечно. Что случилось, Пони? Ты, знаешь, Виллу права. Мне надо тебе кое-что рассказать. На карнавале я думал, что ты инфицированная. Знаешь, я дал тебе зелье. В лесу? Так это был ты. Тебе и твоему другу. Да, это был я. Знаешь, я не горжусь этим. И у меня не было другого выбора. Серебряные лапы заставили меня. Я не могу в это поверить. Я доверяла тебе, Пони. Смотри, мне очень жаль. Я думал, я смогу забыть об этом. Затем мы подружились. Я не хочу терять тебя, бабушка Шо-Шо. Ты пытался меня заразить. Откуда я знаю, что ты не попытаешься сделать это снова? Я знаю, какой ты человек. И мир не может себе позволить потерять тебя. Бабушка Шо-Шо, однажды кое-кто сказал, мне прости того, кто ранил тебя. Потому что если ты не простишь, ты ничем не лучше его. Этим человеком была ты. Не забывай это. Все мы ошибаемся. Но мы пытаемся сделать себя лучше. И не повторять ошибок. Ты прав, Джордж. До тех пор, пока ты сделаешь что-то такое, что я не смогу тебя простить, Пони, мы останемся друзьями. Спасибо, бабушка. Для меня это очень важные слова. Все в порядке, Вилл? Ты как-то странно выглядишь. Да, ничего. Все отлично. Просто давайте пойдем уже, заберем это лекарство и уйдем отсюда. Итак, ребята, давайте разделимся. Если кто-то найдет лекарство, сообщит остальным. Да, давайте сделаем так. Расходимся. Вилл. Тигры. У меня было предчувствие, что ты появишься тут. Решил использовать взрывчатку, чтобы остановить меня? Хе-хе, умно. Но это никогда бы не сработало в долгосрочной перспективе. Ты никогда не думала про долгосрочную перспективу. У тебя всегда все спонтанно, Вилл. Ты ранила каждого, кто пытался к тебе приблизиться. Что? Что ты только что мне сказал? Ты была обычной хулиганкой, когда я встретил тебя. Одно время я тебя очень сильно побаивался. Но сейчас я готов постоять за себя. Я приютила тебя, кормила, оберегала. И это твоя благодарность? Это даже больше, чем ты заслуживаешь. Тогда давай уладим это. Волк против маленькой кошечки с большим ртом. Какой вред ты можешь мне нанести? Ты об этом скоро узнаешь. Остановите это. Ну-ка вы двое, перестаньте драться. А ты не так плох, как я думала. Скоро ты узнаешь обо мне еще больше. Ой, что она делает? Она же задушит тигри. Отлично. Теперь мне нужно будет найти выход из этого завала. Что там за этой дверью? Ребята, вот так заканчивается одиннадцатая глава. Интересно, что же будет дальше? Может быть за дверью родители Джорджа? Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Если ждешь продолжения, ставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok